...аналогичного вируса Анна Курникова, Яна Дэвита. Дэвида осудили на 20 месяцев с правом досрочного освобождения. Разработать антивирус легче, чем написать программу вируса. Для создания полноценного вируса требуется максимум неделя. Компьютерную сыворотку антивирус удается сконструировать в течение часа. Однако от выброса вируса в сеть до вмешательства специалистов эпидемия может парализовать полмира. Это бесконечная игра в догонялки и выгодный бизнес. Оборот антивирусной индустрии около 3 миллиардов долларов. Парадокс. Компаниям, производящим антивирусные программы, выгодно появление новых вирусов. Несколько раз были такие претенденты, когда крупный производитель программного обеспечения мирового уровня, значит, получалось так, что на его программных средствах находился вирус. Распространяя официально, допустим, лицензионное программное обеспечение, заслуживающее, допустим, авторитета, находился вирус. Разбирательства приводили нас к тому, что это сделано, естественно, неумышленно. И это не они сделали этот вирус. Более того, достаточно вообще сложно найти человека, который написал вирус. На суде Владимира Левина обвиняли в 40 хакерских переводах на общую сумму в 150 миллионов долларов. Сам Левин признал только один незаконный перевод. Американский суд приговорил русского хакера к 3 годам тюремного заключения. Первое, чему хакеры учатся, собственно, это подчищать за собой все следы, то есть убирать всю информацию о себе из сети, о том, где они были и что они делали. Хорошего хакера поймать практически невозможно. Почему? Потому что хакерство — это информационная безопасность. И хакерами становятся те, кто прежде всего изучает безопасность сети. Почему? Потому что, изучая безопасность, он знает, как ее обойти. Левина удалось поймать именно потому, что он недостаточно хорошо продумал способы своей защиты. Вернее, он просто слишком много наследил, и по этому компьютерному следу его и вычислили. Поэтому нельзя сказать, что он отличный хакер. Он всего лишь заурядный преступник. А существующие методы поимки таких преступников позволяют их вычислить достаточно быстро. Но об этих методах вам никто не расскажет, потому что создают их тоже хакеры, которые работают на нас. Кибервор по своей сути ничем не отличается от обычного вора. Только вскрывает он не дверной замок, а порт компьютера. Похищает не вещи, а информацию. А вместо отмычки у него вирус. Если говорить о законах, то практически все технологически развитые страны, они приняли законные, достаточно похожие друг на друга о электронных преступлениях, о компьютерных преступлениях. Если говорить об электронном интерполе, то такого, к сожалению, пока еще нет. Но я думаю, что это вопрос одного-двух лет. Электронный интерпол необходим. Прежде всего, сейчас надо понять, что доверять интернету обычному человеку нельзя. Интернет – это всего лишь средство, всего лишь способ. И доверять надо не интернету, а людям. То есть, если у вас есть человек, который хорошо разбирается в компьютерах, то он может обеспечить вам какую-то безопасность сети. Чем выше уровень информационных технологий в стране, тем больше ее уязвимость. До сих пор 63% россиян не умеют пользоваться компьютером. Но это не значит, что России ничего не угрожает. Темпы компьютеризации в нашей стране превышают среднемировые. Интернет доступен почти каждому. А значит, за вирусной атакой или проникновением может стоять кто угодно. Враждебно настроенные одиночки, преступные группировки и даже спецслужбы потенциального противника. Сама идея интернета, идея в том, что с любого компьютера мы можем подключиться на любой другой открытый компьютер, она бессмертна. То есть, она не умрет. После многочисленных запросов из России сотрудники ФБР ответили, что русского хакера Владимира Левина, учтя срок, проведенный им под следствием, освободили и отправили из Америки с формулировкой выслан в направлении места постоянного проживания. Этим местом оказалась Прага, а не Санкт-Петербург, куда и вылетел весной 98-го года Владимир Левин. С тех пор о нем ничего не слышно. Нам неизвестно, где сейчас находится Левин. Естественно, ни в России, ни в Америке. Я думаю, что уровень его квалификации как программиста достаточно высок, потому что еще до совершения преступления он побеждал на одном из конкурсов, когда создал одну из бухгалтерских программ. Поэтому он смог бы легко устроиться на работу по специальности и достаточно безбедно существовать. Хотя с трудом верится, что он стал законопослушным гражданином. А в октябре 2002 года неизвестными были одновременно атакованы 13 серверов, управляющих интернетом. Возникла реальная опасность перегрузки и отключения базисных серверов. Это означало бы гибель всемирной паутиды. Но интернет устоял. Хакеров и того, кто смог скоординировать их действия, не нашли. Ты что-то написал, тебя все заметили, все заценили, кто понимает. А это все мои друзья, знакомые, они в сети. Мы там хозяева, это наша территория. Технологии развиваются столь стремительно, что человечество не успевает осознавать возникающие угрозы и может просто пропустить тот момент, когда виртуальный апокалипсис станет реальным. Редактор субтитров А.Семкин